Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplay, меня зовут Юрий Аксенов и сегодня мы посмотрим на игру Modern Combat 5 Затмение. Эту игру мы ждали еще прошлой осенью, потом мы стали ждать ее, если я не ошибаюсь, релиз переносили на февраль, потом релиз снова перенесли. И вот наконец-то мы дождались 24 июля, официальный релиз состоялся и теперь вместе с вами мы посмотрим на данную игру. Возможно кто-то уже из вас приобрел, играл, ну а для тех кто не играл и пытается определиться играть в нее или нет, для них специально этот обзор и выпущен. Обзор будет очень подробный, мы наверное рассмотрим практически все, что в этой игре присутствует. Итак, главное меню представляет из себя вот такое вот действие, очень сильно напоминает другие проекты геймлофта. Но что сразу стоит отметить, игрушка стоит 229 рублей и донат в игре совершенно отсутствует, то есть здесь нет ни одного элемента, который необходимо было бы приобретать за реальные деньги. То есть вы заплатили 229 рублей и все, от вас больше ничего не потребуется, за это естественно респект разработчикам. Так, давайте посмотрим на настройки, наверное в первую очередь. Ну настройки языка не так интересны, настройки аудио и графики. Качество графики может быть лучшая производительность, то есть низкие настройки, оптимальное для вашего устройства, именно на нем я играю, и более высокое качество. Как вы видите, на заднем фоне можно просматривать, как отличается игра. Естественно, на максимальной графике все будет выглядеть намного круче и эффектнее, но на, по крайней мере на моем устройстве, на максималках, игрушка идет не очень хорошо, проседает FPS и ощущения от игрового процесса не очень. Поэтому я играю на оптимальных. Дальше, контроль управления. Что мы здесь можем выбрать? Здесь мы можем выбрать один из трех элементов управления. Оставим, давайте, наверное, первый. Дальше что можно сделать? Включить прицеливание, автострельбу, автоприсет. Что дальше у нас есть? Автобег, автоцентр, плавный обзор. Гироскоп можно включить, выключить для того, чтобы вот так вот ходить и поворачиваться. Но у меня он выключен, поэтому мы на это смотреть уже не будем. Так, вернемся назад. Здесь больше ничего нет. Настройки сети присутствуют. Дальше. Вот мы, собственно, и дома. Здесь мы можем переписываться в чате, в полностью открытом, то есть со всеми участниками. Сейчас он должен загрузиться. А для тех, кто сейчас онлайн, мы сможем с ними переписываться. Либо же мы сможем переписываться внутри нашего отряда. Если мы создали свой отряд, то мы сможем со своими друзьями, однополчанцами переписываться. Не знаю, почему сейчас у меня чат не загружается, но, в общем, фиг с ним. Итак, вот он мой отряд. Я его создал, геймплей для всех, кто хочет, вступайте. Но я сразу вам говорю, я не обещаю то, что буду играть в эту игру постоянно. Может быть, пару раз поиграю, а потом у меня просто, наверное, не будет времени, чтобы постоянно заходить в нее и играть. Но, кстати, для тех, кто не может постоянно много и долго играть, специально для вас, собственно, игра и была разделена на миссии. Так, вот у нас имеются какие разделы, так, вернемся назад. Так, пробуждение, это основная глава, есть миссии спецназа. Да блин, да что такое? Че, я все попадаю куда-то не туда? Вот у нас есть пробуждение, здесь у нас присутствуют также отдельные миссии. И данная игра разбита по миссиям для того, чтобы у вас играть немало не так много времени и все было намного динамичнее, чем было бы раньше. То есть вы зашли, в миссию поиграли, все у вас сохранилось и вы можете идти дальше заниматься своими делами. Это очень удобно и все-таки позволяет как-то использовать эту игру не только как крутой FPS, то есть First Personal Shooter, но и как отличный таймкиллер. То есть вы зашли, миссию пробежали быстренько и все, вы свободны, можете закрыть игру спокойненько и продолжить там работать, учиться, либо же делать что-то другое. Ну что ж, посмотрим на то, как игра реализована. С помощью свайпа в верхней части экрана мы можем сменять оружие. Так, что же нас тут ждет? На нас нападают двое чуваков. Давайте в эффекте слоу-мо попробуем их перебить. Стреляй давай в голову. Мультифраг плюс 75% опыта нам дает. Можно присесть для того, чтобы в нас было посложнее попасть. За выстрелы в голову вам дают дополнительный опыт. И также вы благодаря этому сможете, так сказать, разблокировать дополнительные достижения. И, кстати, попадая в голову, вы тратите намного меньше патрон и подвергаете себя более меньшей опасности. Так, добили его. Бежим дальше. Так, что же мы видим? Давайте поговорим, наверное, об управлении. Управление, в принципе, удобное. Пальцев все слушается. Играть реально, конечно, наверное, все-таки намного удобнее было бы играть, если бы был бы джойстик. Ну, конечно, о клаве и мышке я молчу. Но вот если бы был джойстик, конечно, было бы играть намного круче, намного удобнее. И вот, если бы, наверное, у меня был Nvidia Shield планшет, я бы, наверное, получал просто колоссальное удовольствие от этой игры. Можно было бы подключить его спокойно к телеку, хотя эту можно, этот планшет подключить к телеку, играть. Но все равно, думаю, на Shields бы впечатления были несколько лучше, потому что там все, собственно, и сделано по то, чтобы вы играли исключительно с джойстиком и получали удовольствие от великолепнейшей графики. Как вы видите, графика, в принципе, достаточно неплохая, физика тоже, враги разлетаются, кто куда, из них лещет кровь. Но все равно, как и всегда, на почему-то iPad'ах, iPhone'ах графика несколько лучше. Ну, имеется в виду на этих устройствах последнего поколения, то есть на iPad Air и на iPhone 5s. А на остальных устройствах, в принципе, наверное, графика такая же, как и на большинстве Android-устройств. Что я думаю еще, то есть со временем все-таки GameLoft доделает оптимизацию, и графика будет уже присутствовать у всех на уровне iPad'а, то есть на максимуме. И все это будет идти более плавно и замечательно. Ну, а также будет интересно посмотреть, как же все-таки эта игра пойдет на Nvidia K1. В этой игре, помимо обычных миссий, точнее, не обычных миссий, а обычного использования оружия, у вас есть боевые дроны. Давайте его, кстати, вызовем, и он отправляется, так, исследовать территорию. Так, нам нужно стрелять в огнетушитель. Где он? Вы видите огнетушитель? А, вот он стоит. Давайте стрельнем для того, чтобы потушить огонь и пройти нам дальше. Так, идем. Итак, вон он террорист. Ну, наверное, доигрывать данную миссию мы не будем, я думаю, вам все понятно, все реализовано просто на высшем уровне. Если какие-то подлагивания вы сейчас видите, возможно, то эти подлагивания вызваны, наверное, скорее всего, из-за приложения записи экрана. По крайней мере, я сейчас играю, у меня все идет просто безупречно. Когда я играл без данной программы, все шло точно так же, безупречно, без проседаний фпс и всего. Просто у меня такая есть мысль, то что во время съемки вот эта вот, так сказать, программка может записать с какими-то тормозами. Поэтому, если вы их увидите, не пугайтесь. На самом деле, игрушка на оптимальных настройках, которые сейчас у меня ставят на Nexus 7 2013 года, идет просто изумительно. По крайней мере, за где-то минут 20 игры я ничего такого не заметил. Я играл еще в мультиплеер. Кстати, на него мы сейчас тоже посмотрим. Кстати, давайте не будем доигрывать эту миссию, уже который раз я посреди миссии из нее выхожу, ради того, чтобы посмотреть на другие режимы игры. Кстати, в игре присутствует 4 вида воинов, за которых вы можете играть. Это штурмовик, это снайпер, это тяжелый пехотинец и кто же там еще-то. Все они будут у вас разблокироваться постепенно по достижении определенного вами уровня. Так, есть раздел «Спецназ». В разделе «Спецназ», кстати, вы можете выполнять тоже достаточно интересные динамические миссии. «Солдатские будни» — это события, которые являются вызовами в течение, например, 35 часов ближайших. Так, вот он наш персонаж. Так, как нам его выбрать-то? Так, давайте нажмем «Домой». Мама и так дома. Юрий Аксенов. Вот, собственно, Юрий Аксенов. Моя информация. Прогресс игры пройден на 2%, медали, подписи и так далее. Давайте посмотрим, наверное, уже наконец-таки на сетевой режим. Какие режимы здесь присутствуют. Здесь их достаточно много. Это свободная игра. То есть, просто бегаете, всех мучите. Режим игры VIP. Дальше. Битва отрядов. То есть, вы будете играть отряд на отряд. Пока что в моем отряде никого нет, я один, поэтому играть я в этот режим пока не могу. Есть миссия создать захват флага, создать, говорю. Здесь вам необходимо, естественно, захватить вражеский флаг и отнести его к себе на базу. И защитить, собственно, свой. Но, наверное, этот режим знаком всем по многим другим шутерам. И командная битва. Здесь вы также можете соревноваться команду на команду, как в КС или где-то еще. То есть, кто больше фрагов убьет. Ну что ж, давайте сыграем в захват флага. Посмотрим, насколько быстро игра найдет людей, с кем я сейчас поиграю. И попробуем сразиться с ними. Когда играл я в первый раз, я попал с какими-то то ли японцами, то ли корейцами играл. Их было очень много. У них у всех, как я это понял, у них были просто вместо имен какие-то иероглифы. Так. Захват флага, карта улицы. То есть, мы будем бегать по улицам. В тот раз я играл на какой-то другой карте. И, в принципе, все было очень даже ничего. Но, что стоит отметить, я подключился к игре уже во время его процесса. То есть, я не с начала битвы играл, а уже под конец. Но я смог убить двоих фрагов, и благодаря мне флаг все-таки донесли до базы, и мы победили. Так. Нажимаем размещение, и приступаем к игре. Битва будет длиться еще пять с половиной минут. Кто по мне стреляет? Да е-мое, я только появился, меня уже сняли. Это снайпер. Вот, собственно, это четвертый вид юнитов, о которых я вам не сказал. Так, вот это он. Умри! Есть, мы его убили, отомстили за нашу смерть. Ну, а теперь нам необходимо добраться до вражеского флага. Если я не ошибаюсь, он красный, и побежим мы... А нет, нам нужно бежать за синим, красный нам нужно защищать. Но стоит помнить то, что враги могут быть повсюду. Они могут сидеть на крышах, отстреливать нас, поэтому нам нужно быть внимательными и осторожными. Так, здесь наш однополчанин. Так, мы идем втроем. Наш флаг мы несем, и нам необходимо его прикрывать, чтобы его ни в коем случае не сняли. И мы победили. Кто больше флагов за отведенное время отнесет, тот и победил. Естественно, эти карты необходимо учить, запоминать, для того, чтобы играть в эту игру по-настоящему круто. Есть. Мы донесли флаг до базы, и теперь мы выигрываем 1-0. Отличный, по-моему, режим игры. Просто великолепнейший мультиплеер геймлофт в этой игре нам подарила. И, в принципе, что я ожидал от этой игры, я то и получил. Но, конечно, очень жалко то, что нельзя поиграть в эту игру на максимальных настройках графики. Мое устройство этого не позволяет. Возможно, какие-то устройства все-таки это бы и могли сделать. Но, к сожалению... Так, вот он, вот он. Солдат. Стреляем по нему. Но, к сожалению, я не могу. Очень хочется, конечно, уже приобрести новый планшет, потому что дальше будут выходить все новые игрушки, которые однозначно будут иметь очень крутую графику, но и при этом иметь более высокие требования. Благодаря новому планшету я бы, конечно, это мог сделать. Если вдруг вы работаете в компании NVIDIA, пусть NVIDIA со мной свяжется и предложит мне... предложит мне взамен на обзор свой планшетик. В подарок, естественно. С джойстиком и с чехлом. Вот так вот. В общем, что-то я заболтался, уже не по теме. Игрушка, на мой взгляд, получилась, удалась. Не зря мы ее так долго ждали, целых полтора года. Поэтому, кому не жалко, 229 рублей покупаем. Все-таки такой отличнейший мультиплеер, наверное, в игре этого стоит. Также меня порадовало то, что можно создавать свои отряды, играть со своими друзьями или же просто с какими-то случайными корейцами. Игрушка, на мой взгляд.